Рекордный 399 баллов на едином государственном экзамене набрал выпускник татарской гимназии номер 2 имени Шагабудина Марджани при КФУ Рамиль Багавиев. Параллельно участвуясь в гимназии, он являлся слушателем Малого университета КФУ, где получал дополнительные знания по математике и физике. Малый университет КФУ – это возможность учащихся в школах получить какое-то внешкольное образование, то есть это организация, которая помогает детям раскрыть свои какие-то возможности в различных областях. Очень интересно было не только слушать преподавателя, но и решать задачи, потому что каждый в любую минуту мог предложить свои идеи, и вот этот вот синтез, наверное, нам очень помогал. Благодаря такому формату образования удалось подготовиться к экзаменам. Молодой человек сдал русский язык, информатику и физику на 100 баллов и математику на 99. Говорит, что волнение перед экзаменом присутствовало, но никак не помешало добиться результатов. Я понимал, что если задания будут сложными, они будут сложными для всех, поэтому нужно просто выложиться на максимум, показать все, на что способен, подтвердить, что вся подготовка не прошла напрасно. Но когда я получил задания, увидел, что они знакомы, я встречал их до этого, все переживания как-то разом улетучились, и я со спокойной душой приступил к их выполнению. С такими баллами перед Рамилем открыты двери любого вуза, но свой выбор молодой человек уже сделал. Я выбрал Казанский федеральный университет, направление математика, механико-математическом факультете. Изначально, обучаясь в 11 классе, я уже так окончательно осознал, что хочу остаться в Казани, учиться и работать здесь. Поэтому начал выбирать среди казанских университетов. В конечном итоге остановился на КФУ. В будущем Рамиль планирует работать в научной сфере и совершать грандиозные открытия. Я очень надеюсь стать ученым, совершать какие-то открытия в области математики, возможно, смежных с ней дисциплин. Ну, параллельно, я думаю, буду вести какую-то преподавательскую деятельность, возможно, буду репетитором. Лилия Талипова, Александр Юдин, Универ-Ньюс.